В эфире новости в студии Фатиме Сидометова. Прямо сейчас о последних событиях на полуострове. В праздник весны и труда в Крыму отпраздновали 1 мая. Он пережил блокаду Ленинграда, воевал в Прибалтике, дошел до Берлина. Героическая история Дема Палабуюк. Нелегкая, но счастливая судьба жительницы села Ново-Ивановка Черноморского района Зибидия Закова исполнилась 92 года. Следственный комитет России по Республике Крым инициировал доследственную проверку по инциденту, который произошел сегодня с 12-летней девочкой в районе села Журавки Кировского района. Напомним, супружеская пара с ребенком находилась вместе с инструктором в корзине воздушного шара. При приземлении в момент соприкосновения с землей все взрослые оказались за пределами корзины, а ребенок остался. После чего воздушный шар снова начал подниматься вверх и его стал уносить в сторону Черного моря. В ходе дальнейшего полета воздушное средство начало снижаться и спустя некоторое время опустился во дворе частного дома в Феодосии. В результате происшествия никто не пострадал. На данный момент проводятся следственные действия и мероприятия, которые позволят установить все обстоятельства произошедшего. Поступило сообщение о том, что в городском округе Феодосия в районе подстанции Кафа произошло столкновение воздушного шара прогулочного с землей. В корзине воздушного шара находилось 5 человек, 4 из них выпали из воздушного шара. Одна девочка 2007 года рождения осталась в корзине и потоками ветра ее начало поднимать воздух и уносить в район Феодосийского залива. Силы главного управления были приведены в повышенную готовность, в боевую готовность. Катер Центра ГИМС был выведен в акваторию Черного моря для поисково-спасательных работ. В аэропорту Симферополь был в готовности вертолет Ми-8. Также к месту были направлены силы Феодосийского гарнизона пожарной охраны и скорой медицинской помощи. К счастью, в 7.52 воздушный шар удачно приземлился самостоятельно. Помощь наших спасателей не понадобилась. Девушка также в медицинской помощи не нуждалась. В Крыму отпраздновали 1 мая. Когда-то у праздника был политический окрас, но в последние годы 1 мая стал просто приятным выходным днем. Но традиции праздничных демонстраций не забыли. Как крымчане отметили этот день, знает наш корреспондент Айша Шулакова. Традиционно праздник начался с шествия по главной улице столицы. Нескончаемая колонна людей в руках у каждого. Флаги, шары, цветы. У всех праздничное настроение. Эти кадры из столицы Крыма возвращают в юность. Все атрибуты прошлых первомайских демонстраций на месте. Громкая музыка и транспаранты. Первомайские демонстрации для многих прежде всего теплые воспоминания из детства. По центру Симферополя прошли колоннами госслужащие, работники предприятий, представители профсоюзных организаций, спортсмены, студенты и школьники. Настроение у всех праздничное, этому способствует и погода. День трудящихся – это всех праздник, всех трудящихся. Очень интересный и радостный праздник. Сегодня его украшает и коллектив Крымско-Татарского театра. Мы пришли с ансамбль сели, чтобы праздновать этот праздник весны. Шашлыки, отдых. Это день всех трудящихся, который работает на благо всего города. Традиционно в праздничном шествии приняли участие первые лица республики. Они возглавили колонну. Кроме того, на празднике были и иностранные гости из США и Европы. Мы все держимся на людях труда. Каждый труд ценен, каждый труд достойен уважения. То есть независимо от того, кто в какой роли и какое количество времени этому отдает. Поэтому с уважением ко всем, кто трудится на благо Родины. Сердце столицы задает праздничный ритм всей республики. Первомай, как бы не менялись эпохи, и сейчас остается настоящим праздником весны и труда. Это 1 мая в нашей памяти. До сих пор это семейный праздник. Праздник весны, праздник мира, добра, трудолюбия. Поэтому для нас это, конечно же, очень важный, знаменательный праздник. Самое важное, что это объединение. И объединение всех. Вне зависимости от того, чем занимался, все разные социальные уровни. И сегодня эта традиция, самое главное, сохраняется и развивается в Крыму. И вы, как видите, мы все вместе и нас не разъединены. В демонстрации приняли участие и сотрудники Крымско-татарского телеканала «Милет» и радио «Ватан Седоса». Мы с нашим коллективом приняли решение пройти шествие в честь праздника такого веселого майского, весеннего. Всех поздравляю с праздником. Мир, труд, май. Первое мая – труд и мир, прежде всего. Воспоминания о том, что наши деды и прадеды строили сильное, мощное государство. По данным организаторов Симферополя, в праздничных мероприятиях приняли участие 28 тысяч человек. В целом по Крыму почти 50. С одаренными детьми, выпускники из школы поступают. Айша Шулакова, Виталий Голубев, телеканал «Милет». Рекорды ходерлеза в Крыму на национальном крымско-татарском празднике представят турку размером более двух метров. Об этом сообщил замглавый комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек. Напомним, празднование состоится 4 мая в Бахчисарае в районе городского водохранилища. По словам парламентария, кофе для крымских татар больше, чем просто напиток. Именно поэтому на праздник решили изготовить самую большую турку, которая станет символом крымского гостеприимства. Общественные организации, Черноморская ассоциация международного сотрудничества и глобальная сеть против оружия ядерных сил в космосе подписали в Крыму соглашение о сотрудничестве. Церемония состоялась в рамках круглого стола. В мероприятии приняли участие представители Великобритании, США, Израиля и Непала. Подписанное соглашение предусматривает сотрудничество в сфере народной дипломатии, взаимопонимании между народами, международных отношений, сохранении культурного наследия и установлении мира на земле. Он пережил блокаду Ленинграда, воевал в Прибалтике, дошел до Берлина. Дальше война в Японии. В преддверии Дня Победы сервер Палабуюк поделился историей своего отца, героя Палабуюк Эдема. История Великой Отечественной близка каждой семье. Со дня окончания войны прошло уже почти 74 года. Ветераны уходят и с каждым из них уходит целая эпоха. С гордостью сервер Палабуюк говорит о своем отце Эдеме. Он родился в 1921 году в селе Дерекой вблизи Ялты. Был лично знаком с дважды героем Советского Союза Амитханом Султаном. В 1940 году, 1 мая, Эдем Палабуюк был призван в ряды Красной армии. Он попал в отделение разведки города Химки Московской области. Через полгода началась война. Сержант Палабуюк был разведчиком-наблюдателем. Он прошел блокаду Ленинграда, воевал в Прибалтике, дошел до Берлина. А в 1945-м Палабуюк ушел воевать с японцами. Мы ходили в разведку, рассказывал отец. Приказ нам давал Жуков. Когда отец рапортовал со стаметровой дистанции, Жуков закрывал уши и говорил, этому воину, за то, что он привел немецкого офицера, дайте медаль за отвагу. За освобождение островов Эзель, Муху и Дагёв, Прибалтики, за мир в городе Пушкино и Манчжурии, Эдем Палабуюк получил три благодарности от Сталина. На войне он показал себя хорошо. Здесь записана медаль за боевые заслуги обороны Москвы, блокады Ленинграда, за победу над Германией, за победу над Японией от японских империалистов. В Среднюю Азию сослуживцы Эдема Палабуюк отправили множество писем благодарности его отцу. Фотографии военных лет, письма и награждения бережно хранятся в доме. Зная отлично вражескую авиацию, он точно определял и своевременно оповещал полки о появлении авиации противника. Одновременно с нанесением службы разведчика-наблюдателя, в свободное время товарищ Палабуюк заботился о внешнем виде личного состава, выполняя обязанности парикмахера. Дочь Эдема Палабуюк Хатичиханум вспоминает, отец пережил голод, войну. После ссылки народа нашел свою семью в Средней Азии. В 1988 году они вернулись на родину. Сервер Агай Хатичиханум Палабуюк часто приходит к памятнику отца. А 9 мая пройдут с портретом героев шествий бессмертного полка. 92 года для жительницы села Ново-Ивановка Черноморского района Зибидиазаковой не возраст. Несмотря на столь почтенный возраст, бабушка прекрасно себя чувствует и даже занимается домашним хозяйством. В чем секрет долголетия узнавала наш корреспондент Айша Шулакова. Цветы, подарки и сладости. С самого утра Зибидиазакова принимает поздравления. Ей исполнилось 92 года. С днем рождения, Картанам! Пусть и вышние даруют вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы выжили больше 100 лет. 1 мая для семьи Азаковых дата особенная. Съезжаются все родственники многочисленной семьи. Почти век назад появилась на свет самая старшая представительница их рода. А этот праздничный торт как нельзя лучше символизирует их семейное древо. Муж, жена, дети, все внуки и правнуки. Все это изображено на этом торте. Картана, спасибо, что вы есть. Благодаря этому мы все здесь собираемся и видимся. Несмотря на столь почтенный возраст, именинница прекрасно себя чувствует. Родные и близкие ей во всем помогают. Да и Таня остается в долгу и все время находит себе работу по дому. Фасоль, нут, все сажай на огороде. Долгая жизнь Зебеды Азаковой похожа на судьбы многих ее соотечественников. Война, депортация, затем возвращение на родину. Женщина работала фельдшером на скорой помощи, потом и вовсе посвятила жизнь семье. Воспитала шестерых детей, в 40 лет осталась без мужа. Когда вернулась в Крым, ей было уже 75 лет. До сих пор с ностальгией вспоминает родительский дом. У нас был дом в Алуштинском районе в селе Козылкойный, не Пушкино. Какие там красивые горы. После возвращения я только раз там была. Дом до сих пор стоит, посмотрела на него со стороны. Я не забыла его. У нас было два дома. Самое большое богатство Зебеды Хартана – ее родные и близкие. 19 внуков и 23 правнука выросли и еще растут на глазах у Зебеды Азаковой. Пусть она живет еще долго, доживет до ста лет. Пусть Аллах дарует ей крепкого здоровья. Наша бабушка – очень счастливый человек. У нее много внуков и правнуков. Секреты долголетия до сих пор не раскрыты. Но Зебеды Азакова уверена, чтобы прожить долгую жизнь, необходимо приложить много усилий и неустанно трудиться. Ведь движение – это и есть жизнь. Айша Шулакова, Виталий Голубев, телеканал «Миллет». Это были все новости на сегодня. Всего доброго.